Шольц исключил поставки дальнобойного оружия Украине, вне зависимости от решений стран НАТО. Канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки Украине высокоточного оружия большой дальности в будущем. Этот вопрос не будет зависеть от решений партнеров по Альянсу. Об этом сообщает новости Украина, со ссылкой на Radio Berg. Отмечается, что в ходе общения с гражданами в городе Принцлау, федеральная земля Бранденбург, Шольц подтвердил свой отказ от поставок крылатых ракет «Торус» с дальностью действия около 500 километров, на том основании, что это повлечет за собой серьезный риск эскалации. Я сказал нет. И, конечно, это относится и к другому оружию, если бы мы его поставили, которое могло бы стрелять туда с такого большого расстояния. Это решение, редакция, остается в силе. Даже если другие страны решат по-другому, заявил немецкий канцлер Radio Berg напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался и продолжает обращаться к союзникам с просьбой предоставить нашей стране оружие дальнего действия, чтобы иметь возможность атаковать российские логистические и военные аэродромы ВВС далеко до линии фронта на территории РФ. По состоянию на сейчас, самым дальнобойным оружием, которое поставляет Германия, является ракетная установка Марс-2, которая способна поражать цели на расстоянии 84 километров. При этом, немецкое правительство разрешило использовать это оружие или самоходную гаубицу PZH-2000 с дальностью действия 56 километров, лишь на ограниченной территории вокруг Харькови, по целям на российской земле. Действия США и Британии, а также угрозы РФ. Рейдиоберг добавила, что США, Британия и Франция поставили Украине крылатые ракеты с дальностью действия до 300 километров. В настоящее время идет дискуссия о том, следует ли разрешить применять это оружие против целей на территории России. В частности, президент США Джо Байден и премьер-министр Британии Кир Стармер встретились по этому поводу в Вашингтоне в пятницу, но не приняли окончательное решение. Немного ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что он будет рассматривать использование западного высокоточного оружия большой дальности против цели в глубине территории РФ, как участие НАТО в войне. Это будет означать, что страны НАТО, США и европейские страны воюют с Россией, сказал он.